МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обращаю внимание на пробку бака. Видите, в нем отверстия, они видны отсюда на просвет. То есть само устройство подкачки бензина в карбюрат осуществляется с помощью мембраны. Ну и, соответственно, разница давления. Поэтому после окончания работы рекомендую просто ложить сюда кусочек пленочки и закручивать тогда пробку, для того, чтобы не испарялась летучая фракция бензина. По той же причине существует порядок постановки машины на консервации машин, то есть на зиму. То есть вы уже не работаете, все. Обращаю внимание, значит, в баке вы или оставляете буквально чуть-чуть бензина для того, чтобы бак не ржавел в момент этого года. Но весной, если у вас там осталось, неважно сколько, бензин оттуда удаляете, заливаете свежий, и только тогда мотор заведется. Потому что за 2-3 или более стоянки бензин испаряется и двигатель никогда не заведется. И еще один нюанс. Я сейчас просто не разбираю, но вы, когда будете собирать машинку, вы увидите там под крышкой так называемый натяжной ролик, который управляет движением машины вперед. То есть он посажен на подшипник, то есть сам он пластиковый, но посажен на подшипник, ну естественно металлический. Если машину вот так вот просто взять в земле, кое-как вот так поставить на зиму в гараж, ну то есть особенно не в помещении, которое будет с разной температурой, значит, что получается, уже с этим не раз сталкивались. То есть конденсат остается или просто влажность в помещении, значит ролик ржавеет, ржавчина его просто клинит, весной все выходят, дерг за машину, соответственно ролик не проворачивается, а за 3 секунды ремень в клочья и он же перетирает ролик просто напрочь. Поэтому ролик приходится менять, стоит это дорого, особенно в нем, поэтому, когда вы ставите машину на зиму, делайте, повторюсь, вот эти там 3 вещи, бензин оставляйте чуть-чуть, чтобы не ржавел бак, в идеале даже можете выкрутить свечку, подтянуть клапан кверху, брызните туда, вы дышечкой поставили обратно, ролик и все остальное, всю внутренность, она там будет в пыли, вы увидите, прочистите максимально, ролик, все ролики, все движущие или станинки ВДшечкой обработали, сложили машинку, все, вот в таком виде она прозимует и заведется с пол оборота. И еще один нюанс, обратите внимание, вот за фрезами находятся пыльники, за пыльниками, соответственно, сальники, которые, в общем-то, держат защиту от проникновения пыли в редуктор, я просто акцентирую внимание покупателей или вообще, кто эксплуатирует, следите за ними, потому что если туда, посмотрите, попадает грязь, я обычно, когда заканчиваю работу, я все снимаю, прочистил и все, количество оборотов у всех мотокультиваторов 130, то есть это все равно много, если это будет абразив, всегда ходите, вы прозеваете, что туда попала земля, то есть она туда, там не земля, там пыль зайдет, попадает на уже наш редуктор, который совмещен с бронзовым шестерней, и со временем, он не со временем, очень быстро выходит в строю, я скажу, я вот продаю эти мотоблоки, вот эту модель, наверное, уже больше шести лет, у меня был только один случай, когда люди меняли редуктор, но это была их вина, вот они так прозевали, туда попала земля, и он просто израсывал, фактически, кстати, производитель на эти редуктора дает пожизненно гаража, то есть если их просто, я не знаю, что это надо уронить на землю второго этажа, ну, просто ему сноса нет, значит, вот, на это просто хочу сакцентировать внимание, чтобы следили, чтобы сальничек был живой, я иногда бывает его просто, когда почищу, я еще беру так солидолом забиваю, на солидол сядет пыль, и он так себе живой, нормально работает, можете из фетра, как любят у нас дети, сделать колечко из фетра туда, он тоже будет в момент эксплуатации сам почищать вот этот вот, у меня есть такие товарищи, так делают, ну, все, спасибо за внимание.